МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире информационная программа Твои новости. Здравствуйте, в студии Дарья Топчевая. Сегодня вы увидите... Стоп-игра! Насколько предприимчивы и находчивы армавирцы? Узнаем из сюжета Юлии Чернышевой. К битве за урожай 2016 года готовы. Глава Новокубанского района совершил традиционный предуборочный объезд полей. Роман Габарец с места событий. Забута о людях, их профессия. В Армавире отметили День соцработника. На торжестве побывала и Анна Мельченко. Армавирские спортсмены вернулись с первенства России по самбо с медалями. С победителями встретилась Ирина Чупина. Красиво жить не запретишь, поэтому игорный бизнес на Кубани, ушедший в подполье, всегда найдет своих клиентов. В Армавире на первый взгляд безобидные игровые лотереи, букмекерские конторы заставляют проливать слезы женщин. Они рьяно пытаются защитить своих мужей от напасти. Об этом Юлии Чернышовой рассказали сами игроки. Плачет девушка у автомата, перепачка на все лицо. Еще каких-то пять лет назад запретные игорные заведения в Армавире также активно ликвидировались, как и открывались. Ухищряясь, хозяева так называемых игровых клубов искали и находили очередную лазейку в законе. И однорукий бандит, вуаля, превращался в официально именуемую лотерею. Разоблачали нарушители закона тогда, как, впрочем, и сейчас всем миром. Чтобы доказать, что игровой автомат таковым является, необходимо провести ряд сложных и нудных экспертиз. В прошлом году в этой области сотрудниками Управления экономической безопасности противодействия коррупции Краснодарского края было возбуждено 10 уголовных дел. Собрано 28 материалов для направления в Следственный комитет для дальнейшего расследования. В Армавире год 2015-й был не менее урожайным. В поле зрения правоохранителей попала целая бандгруппировка игрового подполья. В конце 2015 года сотрудниками Следственного комитета, сотрудниками отдела полиции была выявлена организованная преступная группа, которая имела своего руководителя, имела четкое распределение ролей в организованной преступной группе, которые организовали ряд игорных заведений, в которых провели незаконно заработные игры. Данные действия были пресечены, были проведены мероприятия обысковые. В ходе обысков были изъяты игровые аппараты, игровое оборудование, на котором осуществлялась незаконная горная деятельность. Изъята была электронная рулетка. В настоящее время данное уголовное расследуется. Проводятся мероприятия, направленные на окончание предварительного следствия по уголовному делу и дальнейшего направления уголовного дела прокурору для утверждения обвинительного заключения. К году нынешним незаконных игровых клубов и автоматов не выявлено. Более 60% информации о возможном месте нахождения таковых в полицию поступает от жителей. Теперь самый обычный пользователь интернета может посетить онлайн-сервис «Стопигра» и оставить на интерактивной карте метку с информацией о расположении игрового клуба. Этот адрес проверят полицейские. Результаты разместят на сайте stopigra.rf. Интерактивный онлайн-сервис создан для повышения эффективности взаимодействия между гражданами и сотрудниками полиции. На сегодняшний день сайт находится на модернизации по улучшению качества приема обращений от граждан. Однако любую информацию о незаконной игорной деятельности можно сообщить по телефону 02. Бывает узнать о существовании подпольного казино можно от так называемых смотрителей якобы безобидных лотерейных ларьков и детализаторов. «Незаконно играют на родине, в подвале. И давно, а мы налоги платим», заявила нам в сердцах женщина, приглядывающая за подобным киоском в районе Черемушек. «Кому это не имел отца? На родине заедите поснимать. Без документов. Сами устанавливают все. Свои правила. И нормально, да? А мы официально работаем, взятки не платим. И надо же нас и с этой стороны, и с этой, и с этой». Возле этого изобретения, которое официально игровым автоматом назвать-то и нельзя, их организаторы нашли лазейки в законе, вечерами собираются десятки игроманов. Многие спускают все до копейки. Скандалы, женские слезы, разрушенные семьи. «А много их всегда приходят играть? Многие. А потом жены за ними. Детей кормить надо, а чужие люди. Правильно, давай. В суде в городе уже полный, полный. Почему? Кто разрешает? Лотерейка, ***, лотерейка». На улицах Ефремова и Советской армии в закутках-остановках стоят вот такие пожиратели денег. Стоят и работают. Законно или нет? Трудный вопрос. Несколько лет назад, после съемки аналогичного сюжета, четверо молодчиков угрожали нашей съемочной группе ножами и обещали убить. Тогда также стоял вопрос – это автоматы или же безобидная лотерея? Видимо, было, о чем им переживать. Юлия Чернышова, Станислав Чинский, служба новостей «Эрмавера». Глава Новокубанского района Александр Гомодин совместно с руководителями сельскохозяйственных предприятий совершил предуборочный объезд полей. Цель поездки – посмотреть, насколько готовы аграрии муниципального образования к уборке. Во всех хозяйствах Новокубанского района вот-вот начнется уборка ячменя. Александр Гомодин решил лично узнать состояние полей и прочувствовать настрой крупных сельхозпроизводителей. Александр Владимирович пообщался с руководителями хозяйств, механизаторами, осмотрел состояние техники, зернохранилищ, таков, проверил состояние сельхозугодий и пожелал хлеборубам хорошего урожая. Успехов, хорошей уборки хочется пожелать, хорошей погоды, чтобы все было нормально и хорошо. В ЗАО КСП «Кубань» глава района стал свидетелем традиционной предпосевной проверки готовности уборочной техники. На предприятии провели, можно сказать, перевооружение. Обновили парк тракторов, купили два новых комбайна, селки и отремонтировали имеющийся арсенал. Мы подготовили зерноуборочные комбайны, как вы видите их. Помимо этого подготовили и послеуборочный комплекс трактора с дисками, с трактора, с полугами, зав, весовое хозяйство, весь комплекс уборочный и послеуборочные работы готов. Обеспечены горюче-смазочным материалом, запрессными частями. Обеспечены механизаторы, укомплектованы. В ходе объезда полей предуборочное состояние сельскохозяйственных предприятий в целом было признано удовлетворительным. Пропашные и озимые культуры в хорошем состоянии. Можно приступать к уборке урожая. На сегодняшний день состояние техники позволит нам собрать выращенный урожай. Урожай планируем и думаем, что будет неплохой. Почему? Потому что погодные условия, труд руководителей, труд механизаторов. И я думаю, что все-таки в этом году будет достойный урожай. Конечно, если погода нанесет свои коррективы. Аграрии Новокубанского района сделают все возможное для того, чтобы Краснодарский край и в этом году полностью был обеспечен хлебом. Об одном лишь мечтают сельхозники – миновать капризы погоды. Роман Габарец из Новокубанска, служба новостей Армавира. Представители профессии, о которой пойдет речь в следующем сюжете, всегда на посту. Ведь помогать тем, кто нуждается, необходимо постоянно. 9 июня в Армавире отметили День социального работника. Анна Амельченко побывала на торжественном мероприятии, приуроченном к знаменательной дате. Трогие слова вы говорите, как бы нужны они всегда. Не случайно песенка о добре открыла программу. Огромная армия людей, чье призвание дарит добро, принимали поздравления в свой адрес в этот день. Соцработники отмечали свой праздник. Надо сказать, официальным он стал лишь в 2000 году. Однако история его существования уходит корнями в глубину веков. В 1701-м Петр I подписал указ о создании богоделин для престарелых, нищих и больных. Значение этой профессии для современного общества переоценить попросту невозможно. Дорогие друзья, дорогие коллеги, с праздником вас! Я хочу, чтобы солнце всегда светило для вас. Я хочу, чтобы в ваших семьях, конечно же, царила любовь. Конечно же, жила вера и надежда. Чтобы все то добро, которое вы так щедро делитесь со всеми армавирцами, чтобы всегда оно вернулось к вам, вернулось к старице. Присоединился к поздравлениям и председатель городской думы Александр Поляков. То, что вы свою работу делаете достойно, это факт. И поэтому я вам сегодня, в ваш день профессионального праздника, желаю также с честью свой долг выполнять. А когда будет сложно, посмотрите на тот путь, который прошли. Это путь из очень-очень большого количества добрых дел. И каждый в своей жизни получит по заслугам. И я уверен, что вы всегда будете получать Божью помощь и благодарность от людей, потому что вы делаете большое, хорошее, доброе дело. Лучших сотрудников отметили почетными грамотами. Этой чести были удостоены многие. По случаю праздника состоялся концерт, в котором приняли участие юные артисты. Для того, чтобы работать в социальной сфере, нужно иметь призвание. Эта профессия требует чуткости, доброты, сострадания. Недаром говорят, что случайных людей здесь не бывает. Анна Мельченко, Александр Жирилеев, служба новостей Армавира. В городском дворце культуры подвели итоги выставки «Цветные истории дизайн». На ней было представлено 55 работ молодых дарований. Среди авторов – дизайнеры, студенты Армавирского колледжа управления социально-информационных технологий. Яркие моменты закрытия выставки, а также мастер-класс по живописи от учащейся Акусит смотрите в следующем материале. «Цветные истории дизайн» выставка работ молодых авторов подошла к своему завершению. Мероприятие проходило в рамках фестиваля «Молодость, весна, искусство», организованного Армавирским колледжем управления и социально-информационных технологий. Поздравить участников с успехом пришли гости. Среди почетных – член Творческого союза художников России Лидия Королевская. Живопись, графика, дизайн костюма – участники мероприятия смогли громко заявить о своем творчестве. Кстати, это уже пятая по счету выставка, в которой принимают участие студенты Акусит. Мы привлекаем всех студентов, всех, кто творческие мысли, творческие работы, и даем им возможность именно творческого развития, творческого потенциала, возможности общения с художниками, которые имеют большой опыт в графике, в живописи, в дизайне. В 2015 году 14 студентов Акусит стали членами Молодежного объединения Городского отделения Творческого союза художников России. Сейчас учащихся, состоящих в союзе, стало больше – 21 человек. Среди них и студентка Акусит, дизайнер по специальности Анна Кахриидзе. Участникам творческой встречи девушка дала мастер-класс, за несколько минут создав на холсте настоящее произведение искусства. Живопись – это не основная моя специальность. Ей начала заниматься еще в школе. Начала ходить на кружок, и это меня так завлекло, что просто не отпускает до сих пор. Я думаю, это и станет моей жизнью. Несмотря на завершение учебного года, творческая деятельность дизайнеров не заканчивается. Преподаватели Акусит пожелали студентам плодотворно провести лето. Армавирские борцы привезли с первенства России новые награды. Два воспитанника школы самбо и дзюдо вошли в тройку лидеров. Каждый в своей категории. С победителями удалось пообщаться Ирине Щупиной. В городе Кстова Нижегородской области со 2 по 6 июня состоялись всероссийские соревнования по самбо, в которых по традиции приняли участие и армавирские спортсмены. Алексей Лазукин и Екатерина Воеводина принесли нашему городу по бронзовой медали в своей категории. Битва была серьезной, ведь на турнир съехались более 600 молодых самбистов со всей страны. Конечно, упорно готовились последние три недели. Ребята хорошо себя проявили на данных соревнованиях. Показали силу воли, характер, целеустремленность и, естественно, хороший результат. Ребятам, несмотря на юный возраст, такие серьезные соревнования не впервой. Так, у Алексея уже имеются две серебряных медали. Их он завоевал также на всероссийских первенствах. Конечно, радостные эмоции. Все на радостях были. Родители, родственники. Третье место на пьедестала России. Не каждому. Дальнейшие цели ребят – покорение вершин пьедесталов европейских и мировых соревнований. А чемпионат России – это лишь подготовка. Так считает Екатерина Воеводина. Девочке удалось занять третье место пьедестала почета. Эмоции зашкаливали. Победа даже третье место на чемпионатах России – это большая победа. Мы трудились. Соревнования были сложные. Соперников было много. Мы добились нужного результата. Могли бы лучше выступить. Но что смогли, то смогли. Это были все новости на сегодня. Далее о погоде на ближайшие сутки вам расскажет Юлия Чернышева. В студии была Дарья Топчева. До новых встреч на телеканале ТНТ «Армавир». Имидж ведущий – бутик женской и мужской одежды «Аделина». Город «Армавир», улица Мира, 26.